Два брата в Южном микрорайоне появились в 90-е годы. По строительным меркам оба еще молоды и должны надежно защищать жильцов от любых капризов погоды. Но ситуация такова, что в момент дождя или снега на пятом этаже становится сыро, как на улице. Вот над трубой вот это все и все вот так бежало. Вот здесь вот так вся стена. Надежда Зуева жилец в 49-м доме новый, но многим уже известный. Женщина все свободное время тратит на решение проблемы с протекающим потолком. Она купила эту квартиру в ноябре. Я когда покупала квартиру, говорю, пятый этаж, нет течи? Нет. Я говорю, вы не обманываете? Нет. Но они вели в заблуждение. Надежда выяснила, что прежние жильцы квартиры даже компенсацию получили за нанесенный ущерб. Но сама она решить вопрос с ремонтом кровли не может. Эта проблема мучает всех жителей пятого этажа 49-го дома. Точно так же было раньше и в соседнем, 50-м. Капель с потолка и мокрые стены здесь были постоянным явлением. Южный 50-м у нас введен в эксплуатацию в 92-м году, в связи с чем регпрограмма и срок капитального ремонта кровли был запланирован на 41-43 годы на этот период. В связи с тем, что кровля у нас в этом доме находилась в аварийном состоянии, срок капитального ремонта был перенесен на период с 21-го по 22-й год. Подрядчик пошел навстречу, начал делать ремонт раньше графика на несколько месяцев. Мастер бригады вспоминает, как впервые пришел осмотреть объект зимой. То, что он увидел, нельзя было назвать кровлей. Зимой поднимаемся в чердачное помещение, там куржак такой хороший. Понятно, что почему все текло это раньше. То есть у них не было канализация, вся внутри была. То есть все то, что весь пар шел, уходил вниз. Наверх поднимаемся, ковер, то что много повреждений на ковре, на кровельном. На восстановление кровли ушло 6 миллионов 600 тысяч рублей. Как говорит подрядчик, на век этого дома хватит. Соседние, 49-й и 51-й, должны делать в будущем году. Но возможность попасть в программу текущего сезона все еще есть. Капитальные работы ведутся также в Подгорном 31 и Юбилейном 31. Там меняют лифты. На Центральном 18 идет комплексный ремонт. В Индустриальном 32 планируют обновление кровли.